ну что всем привет друзья выбрался наконец-то на рыбалочку на природу решил поехать на угадайте куда давно хотел да сюда именно киевское море вот так она выглядит короче бетонка это называется кто не был ни разу на киевском море наверно только я не был все остальные есть вон гэс к без тут какие-то ребята уже сидят рыбку ловят на бетонке там ныряет кто-то вот так вот выглядит киевское море да немножко грязновато здесь не то что немножко прилично конечно вот так вот дальше дорога идет там до черниговской области сейчас посмотрим куда там первый раз я здесь в этих краях поэтому решил туда сейчас проедусь по этой линии вдоль днепра до черниговской области вот посмотрю какие тут разведываю места и может быть еще останусь на ночевку так что сегодня будет полноценная рыбалка и полноценная ночевка двойная будет вечером половлю и с утра еще половлю и так вот чуть-чуть проехали сзади меня остров сварыча добрался до него доехал как-то так не знаю видно нет вот такой остров сварыча вот кто не был здесь в общем можно вот по такой вот лесенке спустились там от чаечки принципе можно вот так вот там дорогой вот совсем рядышком на машинке приехать здесь на лодочку короче и на то вот это поплыть там переночевать полноценный остров недалеко от берега можно сказать туда перебраться надо будет как-то там посетить это место а мы поехали дальше в общем направляюсь я в этот кемпинг парк вот он здесь недалеко по идее 18 километров от еще до него осталось и принципе там посмотрю знаю никогда там не был так что покажу кому интересно оставайтесь оставайтесь вот так замечательно так замечательно выглядит дорога к этому парку кемпинг-дон я так думаю что вот вот лесочек это и есть этот местный парк вообще съездишь одно наслаждение вот так вот долго-долго просто видишь слева не партийское море начинаются же деревья да даже дорога сюда выглядит интересно в общем друзья приехал в нептун базу потому что там где кемпинг я вам а я забыл там камеры поснимать ну там в общем не очень скажем так чисто вот в общем я приехал на нептун цены здесь такие с ночь с человека до восьми часов утра да там с десяти 500 гривен за мужчину да ну если сам с девушкой 250 гривен вот карта так выглядит в общем 45 48 место или 45 или 48 еще не определился сейчас быстренько определяюсь потому что уже поздно сейчас выберу какое-то стану там вот на никто не вот такие цены платная рыбалка получилась итак быстрый обзор приехал на 45 место вот так вот вот такие вот вы мосточки здесь о под камышек тут не ну нормальное место кстати ну ветер просто в мою сторону но вид красиво здесь конечно лиман этот классный да супер 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 так это 45 место вот здесь такая беседка можно палатку поставить здесь в принципе вот 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 это можно повесить скажем так так вот мангальчик есть круто дрова еще тут есть мангальчик пола этот навесик что для компании вот вот 45 надо пойти дальше сейчас включусь пойду посмотрю еще 48 вот и потом уже выберу на каком остановлюсь здесь такое поле кстати возле 45 место я понимаю деткам побегать так оно выглядит и рядышком есть пляж ну в общем 45 место наверное я и останусь рулит потому что есть пляж если ты как бы приехали сюда с семьей отдыхать то как бы там и рыбку можно половить ну достаточно прикольно а вот а это 46 место рядышком 46 место ух ты вот так это выглядит ну конечно берег грязноватый что сказать здесь не покупаешься особо вот так вот оно выглядит да ну вид вообще шикарный вид конечно шикарный но загорать пока можно в принципе все таки здесь ну ездить дорого загорать все таки с рыбалкой рыбу половить а рыбу сейчас мы узнаем тут насчет рыбы как тут обстоят дела вот 47 место в принципе вам должно быть понятно приблизительно приблизительно на каком расстоянии тут подружки находятся места так идем столбик 48 вот приехали приехали так я так понимаю здесь машину ставят ооо ну здесь как бы чуть-чуть по это этот поменьше сам навес для более маленьких компаний ага ну здесь дров нету короче здесь потому что там валялись дрова а здесь дров нету а сама вымазка выглядит вот так ну здесь короче ветер точно в лицо вот так она выглядит в принципе в принципе плюс-минус они одинаковые эти места что вымазки вот единственное что отличается чуть-чуть здесь вроде как бы меньше вот этот навес там он больше там место для палатки здесь здесь рядышком какое-то еще одно место ну я наверное все таки выберу и останусь на 45 месте вот так что все видимся когда буду раскладываться разложусь и включусь итак операция быстрый сбор начинается так в темпе в темпе в темпе в темпе все что из Сильно, так сказать Так Ух Сейчас соберемся Соберем лагерь Наш Ой, мне нравится Вымостка, это, конечно, классно Ребята, конечно Ехать Не так уж и далеко Главное с Киева вырваться Дальше уже тут по прямой Ехать минут 20 Себе, но Конечно, цены Цены, это у нас Космос Я еще пока ловить не начал А вдруг сейчас как начнет Клевать Судак за судаком Судак за судаком Просто будет Некуда складывать его Так Есть Это все Ух ты Вот мое основное Добро Блин, как я люблю эту сумку Вернее, рюкзак Ну, это просто классно Этот от Акрополиса Он, блин, удобный Вместительный Куча этих Здесь можно Как сумку носить Как рюкзак Со шлейками Сейчас Так Просто вот Рюкзак Со шлейками Все Да, лов На 45 Становился Тут нормально Да Тут нормально Все, спасибо До 12 Да Позвонили Сказали, что деньги назад не возвращаются Вы в курсе Деньги назад не возвращаются Все Вот такой у нас сервис В Украине Да Никакую не выдали мне, конечно Квитанцию и чек Но ничего страшного Это ничего страшного Какие деньги Да он мне позвонил Спросил, на какой Я, может, остановился И он сказал, что Ну, вы же в курсе Деньги назад не возвращаются Я так понял Это, короче Это Хороший знак для рыбалки Я так понял Когда тебе звонят На платной рыбалке Говорят, деньги назад не возвращаются Вот это вот Закон о правах потребителя Здесь не действует в Лимане То есть Можем так Фу Так Но Как бы Хотя бы Выглядит все Более или менее норм Достойно Сейчас посмотрим Как по рыбе Здесь Вот Смотреть Оба Так Сидеть тут Кальян курить Нормально Пойдет Это здесь будешь? Так Удочки Надо достать Вот это Шмурдяка Здесь Так вот Ребята Вырваться На рыбалку Столько Шмурдяка Надо с собой Набрать Вот это Капец Просто Половина рыбацкая Половина Для кемпинга А половина Для кухни Половина рыбацкая Половина ресторанская Так Сюда Так Ну что Вот 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 Этот Кофр 165 Сантиметров Блин Не влазит В машину Приходится Его Модифицировать Так что В идеале Конечно Вот где-то Ему Надо Где-то 150 Сантиметров Кофр Вот Для идеальности Как раз Мою овечку Не влазит Так что У кого Такая же Машина Имейте ввиду Вам нужен Кофр Где-то 150 Сантиметров Не больше Вот Баба Так Все Все Так Ну что Увидимся Когда уже Я сейчас Тут Позатыкаю Эти Торпеды Свои Поставлю Орудия Выставлю Тогда Включимся Расскажу На что Будем ловить Я вижу Люди Ловят Но они Все Как бы Не в Киеве Где-то А где-то Очень далеко От Киева Вот там Вот Значит Так Год не доставал Свои Значит Здесь Течения Как такового Нету Но я Привык Бросать 90 На Дисней Я наверное Ее Так и Осталось Бросать Вот Мы С прошлого Года Сиди Вот Амортизаторы Мои Ну Живучие Я говорю Вот это Обычная Резинка Которая На донке Вот это Обычная Резинка Она Ну не знаю Крепкая На разрыв Как мне кажется Она крепкая Крючочек Здесь уже Конечно Все Нужно Поменять Будет Сейчас Вот Как я делаю Вот у меня Есть На резиночке Колечко Маленькое Я завожу Туда Да Я вот беру Вот И Продеваю Вот здесь Вот у меня Тоже Вертлюжок Еще один Вертлюжок Удлиняется Да Чтобы Крутилось Оно нормально Вот И все И просто Вот так Вот раз И такой Скользящий У меня Получается Грузик Вот И дальше Беру И продеваю Вот в этот Вертлюжок Я еще Когда-то Стопорочек Ставил Резиновую Еще резиночку Сюда Типа Вот Сначала Типа Резиночка У меня шла Вот здесь Вот Еще резиночку Стопорочек Но что-то Сейчас я резиночку Не нахожу Вот Заморачиваться Я же говорю Это если хочешь Заморочиться То можно Тогда вообще Безопасно Все будет Сейчас попробую Без нее Как бы Вот если Надо экспериментировать Если оно не будет Ну то есть Здесь понятно Грузик Вот этот железка Она будет бить Об эту железку Если она ее не разобьет То все будет Все будет хорошо Креплено И вот у меня Стопорочек Он здесь Останавливается Вот это вот Не дает ему Пролезть Вот так И у меня Вот так вот Останавливается Вот так вот Он останавливается Вот идет Если поклевочка То оно Типа дергивает Вот сюда Вот идет Поклевочка И оно тянет Вот А тут Вот огрузик Лежит Вот Чем это удобно Все Никаких узлов Просто вот эта вот Штука ездит Да Оно вот так вот Натирает его Его периодически Надо Здесь я вижу Тут порсинки Вот И его периодически Надо Обрезать Вот И Потому что Здесь притирает Но Я не знаю Сейчас попробую Так В принципе Не должно Оборваться Да Просто Здесь смотрите Когда Вот здесь Перетирает А вот здесь Вот можно Вот это Побольше Делать Да Двойную Типа Двойной Двойная Перетираться Будет меньше То есть Вот в этом Месте Вот такую Двойную Какую-то Сделать Ну Типа Как укрепленную Больше Это еще Типа Вот здесь Вот я узелок Завязал А его Завязать Надо По идее Здесь Такая Будет Большая Большая Петля Типа Двойная Вот Она Приблизительно На более Большое Расстояние Так И мне надо Что Мне надо Поменять Мой Крючок Потому что Купил я Новые Крючочки И купил Я новую Сразу Поставлю Наверное 0.18 У меня Не было Типа 0.16 И 0.18 Сразу Попробую С большой Разойти 0.18 4.5 На разрыв В принципе Должно Хватить Мне Не знаю На любую Рыбу Которая Водится Вот Срезать Поводочек Так Монтаж Я Показал Свой Сейчас Я все Это еще Тут Прикормку Подготовлю Черепачки Насажу И заброшу И тогда Включусь Вот такая Еще Красота Ну Классно Гремит Конечно Там Чистое небо Оттуда Идет Идет Гроза Смотрите Как мы Катушку Как мы Катушку Поцепили По-крутому Я не знаю Может так Надо Может так Как бы Это Какая-то Новая Техника Самурайская Но Посмотрим Посмотрим Так Навалил Гороха И Вот Такой Вот Какой-то Во флагмане Ground Bait Grand Dream Black Взял Не знаю Первый раз Не ловлю Пробую Сейчас Намешать Ее Такая Чёрненькая Вкусно Шоколадкой Пахнет Еще Попробую Из этого Без водички Перемешать С горохом Чтобы Горох Она Максимально Впитала От гороха Ту лагу Какой прикол В опарыш Я добавил Криля То есть Я всегда Когда приношу Покупаю Опарыш Я в него Добавляю Вот такой Вот Чтобы У меня Он ползнул И Напитывался Крилем Вот такой Вот Криль Купил В прошлом Году Вот И вот Так Вот Он у меня Ползает Наедается Напитывается Этим запахом Криля В принципе И действует Как аттрактант Такой себе Вот Некоторые Могут Чеснок Ложить Это когда На карася Вот Чесночок Ложат Или там Петрушка Укроп Червей Черви стандартные В червей Ничего не добавляю Черви у меня Пахнут Своим Естественным Ароматом Так Надо Сейчас В принципе И так Друзья Одна торпеда Уже Запущена И готова Фух Так Кстати Вот тоже Моё ноу-хау Вот К рогачику Я на Капроновую ниточку Просто привязываю Колокольчик Вот здесь И просто Там магнитик У меня К кончику Вот И Я к нему Просто магничу За один Бубенчик И всё Если что Я подсекаю Оно слетает И никуда Не падает И Тонет Никуда В принципе Всё Вот так Схема Классно Работает Что там Вот так Схема И Схема И Схема И Схема потому что уже хочется кушать уже хочется что-то кушать так, придумаем сначала двери даже не знал как это сделать делаем какой-то домик так, чуть-чуть сейчас мы бумажечки подложим как тут нам повезло еще у нас целые дремнышки есть похоже мокрые здесь для который разожгу чтобы комаров как-то отпугнуть хочется ну и чтоб потеплее уже было согреться спеть приготовить может быть шашлычок кушать хочется как-то так или как иначе вот для чего я взял вот этот стол хорошо работает это также надо да давай 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 разгорайся давай о хорошо вот так вот хороший стол вот для чего надо стол да потухла хочет разгораться потухла сильно-сильно махал пошло так дубль 2 о чем нам эти электро насосы вот такой есть нормальный многофункциональный насос раза за него пришлось заплатить но в принципе если лайфхак слушайте если затонированные стекла в машине то говорите что едете один все равно никто не проверяет или там шмурдяком можно в принципе спрятаться там столько шмурдяка что в нем могут три человека спрятаться в принципе проехать сюда вот никто не смотрит заплатите как за одному так что вот такой ловите от дяди сереже такой лайфхак костерчик горит уже догорает ух надо уголька туда докинуть и будут шашлычки господа все ради чего мы сюда ехали собирались рассказать ради чего все это затевался вот так мариновалась ну не знаю шутки наверно нормально так но это вы не видели вот оно так а где у нас накладывать кстати самое лучшее хладогенератор пожалуйста полторушка и она еще но она так подтаяла но скажем так процентов на 80 она еще есть есть так денежка как она пахнет как она пахнет это сказка так что это сюда раскладываем мир ненько все все за раз до делаем чем не учиться все за раз правильно голодные надо будет рыбу ловить вечером надо наедаться четко так просто она мариновалась и сутки в пиве мариновалась я прям это чувствую запах пивка так первым делом наверно мясо замаринуем где-то между этими короля кабачка так мясо по центру один большой гамбургер получил все мясо все разложилось так это лучок здесь закрываем так обкладываем по кругу закрепляем нашу эту композицию лично 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 так лучок сверху чок сверху здесь по кружку откладываем банчиков наших лично шо правильный бутерброд так есть ну короче я думаю что хватит это я наверно потом отдельно хотя что я за это все резал выбирал господи этот лук блин этот лук на весь лук выгребли с магазинов большой имеется ввиду одни мелкие там кусочки остались этого лука на шашлыки короче выгреб все лук редкость найти тем не менее нормально все вот такой вот омлет так еще и подливочкой ты полью есть все зашибись закрываем смотри оба на а а а какого-то хорошо хорошо ух ты ж блин ух ты ж за что люблю уголь засушил он такой же жаре но такую даешь так поместится наш монтаж пошел так отлично все так аккуратненько горит зажглась еще так надо сми и потушит это видимо накапает и горит надо потушить как отлично на рыбалке главное шашлык и к шашлычку обязательно нужно нужно забить правильный кальянчик ну для начала нужно разогреть на угольки так не забыть еще и рыбу поймать рыбу я перезакинул я не показываю просто перезакинул я нацепил два червяка и один опарыш вот на крючке на одном даже не менял час назад это было поэтому короче ничего его не трогала что-то под камышом гуляет я не любитель под камышами ловить я как-то на дисне больше ловлю на расстоянии вот поэтому наверное я так привык больше поступать таки сейчас поступаю а надо как-то перестроиться и попробовать половить что-то нет хотя бы карасиков каких-то мне все равно мне не хочется уже ничего особенного но хочется чтобы на платниках хотя бы что-то какой-то красит хотя бы должен клевать занимается на самом деле так я думаю дыньку забьем дыньку и какую-то фантазия хука флейверс дёртый блонд грязную блондинку очень близко снимаешь широкоформатно и грязную блондинку и так моя супер система так 321 илон маска запускал корабль а мы запускаем свою ракету отлично супер как я придумал горелочку использовать а тема же тема тема огонь так и вот пока она разогревается ухо на нормально так пошло снимаем пробу блин блин мягчайшие ребята не менее суток надо его мариновать в пиве не менее суток когда просто его просто невозможно пересушить оно такое мягкое насыщенное на этой грелочке угли разогревается где-то ну минут шестнадцать то есть конечно здесь можно мой мощнее поставить но она тогда будет гореть вот это не надо а так чтобы она у меня так умеренно разогрелась на такой горелки где-то минут шестнадцать и я еще рекомендую покупать вот такую силиконовую чашечку такая вот с углублениями потому что когда накладываешь туда табак здесь вот как бы остаются соки ну чтоб не вытекали вот здесь должна быть такая каемочкой каемочка такая и углубление такое вот если видно не бойтесь вложить потом просто это утрамбуйте и все переложить тут как бы не особо не скажем невозможно там станет понятно просто до краев потом чтобы такой крышечка вот так вот просто накрывает и она еще то есть ею еще можно потом вот так вот чуть-чуть прижать вот в принципе до такого уровня накладывается чтобы эта крышечка чуть-чуть потом еще прижимал дальше когда будете сразу курить когда положите угли да на чашечку вот мы сейчас забьем потом мы положим угли сразу не курите потому что он должен еще дать ему надо 5-7 минут чтобы он прогорел табачок там ну что если сразу будете курить будет много углекислого газа вот и потом будет болеть голова поэтому надо дать ему подождать чтобы он прогрелся в чашке и тогда только через 5-7 минут начинать его курить и то первые тяги там делать надо ну то есть не втягиваться не в себя а именно выпускать получается прокурить хорошо вот это делает специально обученный человек но если вы сами готовите то то надо знать эти моменты все лепота ну что ребята всем желаю в этом году крепкого здоровья вот надеюсь вы сделали все привычку я ее сделал вчера вторую короновак или камешилд в общем не важно так что чтобы вас не брала это зараза которая нас уже достала скажем так порядком вот на природу выезжаете набирается сил здоровья и у вас все было я покурю пока кальянчик и поем шашлычок вкуснейший ммм сюда с лучком ммм пока не остыл надо кушать ммм 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 вкусно тихо ммм блин это нереально вкусно оно на природе в три раза вкуснее ну какой то в пять раз вкуснее так правильно на меня отгоняй комаров ммм шашлык безалкогольное вино ну как безалкогольное нормальное нормальное вкусно да вино итальянское а кабачки жареное я просто я просто не передать слова я не знаю блин какие же не классные почему так дома нельзя приготовить ммм нереально только на природе такое получается не знаю в чем секрет такой в чем секрет ммм на природе на природе гриль овощи такие классные и мясо ммм и запивать это все итальянским вином ммм это шикарно еще чтобы клевало ну вообще было бы космос просто не буду светить вам а то фух и в чем прикол а прикол а прикол а прикола не вот кушайте ммм я наверно спать не буду я буду ловить я для вас рыбу поймаю я не знаю я все камуши наверно сейчас обкидаю сейчас достану кукурузу секретное оружие всех этих карповиков карпятников карпятников может кусок такой шашлык слушай если кусочек этого шашлыка точно самяра какой-то клюнет я не знаю все сплывутся ммм сейчас кусочек мяса на кусочек шашлыка не пробовал никогда ловить кстати надо попробовать я думаю не откажется либо тоже не дурная ну таким а вдруг ну тихо тихо тут это какие-то тут это какие удочка удочка пошел ребята какие как я и ожидал здесь под берегом надо ловить бросил в камыши что-то что-то я цепанул посмотрим что это оба это похоже на карася очень да в принципе да как я и ожидал карасики ну покажи как они еще вот есть первый с почином ой как тебя доставать только я сейчас попробую его типа подсачеком карась тоже рыба в принципе вот надо конечно по ходу кукурузку взять сейчас должен быть и картик короче на удочку пока надо ловить я же врю они в камышах там тусят но это красиво погодь парень походь 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 тихо все было так сейчас начнется начнется гроза нас не догонит и хе-хе-хе в этим маленьким но конечно таких приятнее знаете на удочку таскать они на этот парень да ты это далеко скажем так тебя голодные еще караси тут короче я так понял не голодные потому что реально он аж в шахту такой взял но сейчас мы его освободим так 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 непонятно как как голодные реально ребят карасевич и тут а ну вот этих открой скажи так все достает 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 фух достал сюда вот такой ладошечный приятный карасик все справляется в садочек пуль пух так короче метров пять от камыша я решил бросить под камыш потому что ну реально она там гуляет ну как бы хотелось бы конечно что-то крупное ну ловим то что здесь есть караси здесь есть давайте ловить карася так друзья половина второго ночи пришло время кукурузы ахаха как там царицы полей сейчас повесим пару кукурузинок смотрим хочу поймать какого-то я не знаю карпика килограмма на 3 хочу понять выдерживает ли моя конструкция вот такая такую рыбу такой величины надо проверять потому что в принципе до полутора килограмм я ловил вещей она без проблем его вывозит вводит а вот что-то какое-то покрупнее да интересно может брать и порвать его получается хочется советовать конкретно вещи потому что не все же как я ловит мелочи кто-то ловит и крупную рыбу уже кто-то ловит вот но мне моя не знаю конструкция вообще в идеале нравится классно так попробуем закинуть куда-то я конечно понимаю что надо под камыш бросать но пробуем одна у меня принципе брошен под камыш далеко так удочка у меня 360 принципе такую можно сказать карповичок катушка 4000 тоже карт какая тут торус фидер купила флагмане как раз неделя на эту катушку скидка на этой неделе вот купила за 1400 там гривен с чем-то в принципе посмотрим что у нас себя представляет с байтранером она нормально так вешаем колокольчик все три торпеды зарядил пол второго ночи догадался ну вы же понимаете как шашлычок кальянчик вот это все тоже дает о себе знать так что повесим бубенчик было парочку ударчиков даже на дальнюю было как бы что-то там подергивал вот надо перезакинуть сейчас вот эти две перезакину вот и если будет клевать включусь покажу ну что друзья дождался под поклевочки оба провисания счета о он что-то такое вроде бы сидит вроде бы села посмотрим ну такая один разочек так ударила по карасовому понятно долбанула и все и провисла так что тут так что-то водит 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 да 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 оно есть там есть что-то такое так клюнуло на два червя и опарыш в принципе как и в прошлый раз клюет короче на одну удочку на эту с той стороны с той стороны из-под камыши к так делала ох сейчас не знаю вам видно нет вот такая вот что еще это на кукурузку что-то клюет да так я боюсь поднимать потому что у меня 18 поводочек 18 с моего измором возьмем так подсачек у меня вот здесь да сейчас мы его достанем хочется не хочется его терять руки так немного с моего в подсачек заведем спокойно 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 вот такая ночная рыбалка так и сюда тапа за это заходи к нам в гости так так два червячка и опарыш схема работает шо ты дорогой опять взял шах туда еще один но тут покрупнее будет уже так давай тебя операции проводить незаменимая штука пинцет конечно на рыбалке чтоб доставать тихо 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 то успокойся ты такие голодные все клюете один раз в три часа так кто это сделал ух еще да на этот на кукурузку так ты сам выплюнул да ты молодец выплюнул молодец что выплюнул есть освободили есть освободили так надо будет среднюю проверить там где чисто кукуруза отправляйся в судочек вот так хорошо а вообще это Пиши по два, чтобы этим ребятам скучно не было там, два опарыша, два черепа, воду я не добавлял так в принципе с горохом смешал прикормку ты вода-то стоячая так что глубина небольшая так что смысла не вижу в этом вот и бросая под камыш и как всегда ну магия короче как всегда на рыбалке клюет на одну удочку только ну вернее клюет в принципе на все три но ловится только на вот эту вот одну конечно рыбалка это такое лотерея такая не никогда не угадаешь на какую удочку будет клевать и вот так начнет клевать на одно и все просто пошла торпеда но это одно удовольствие конечно когда течения нету 45 грамм вообще любой вес можно какой удобный бросать здесь конечно дно такое и листа я просто бывшу вот эти вот грузики мои по 90 грамм они просто проваливается а этот 45 на него наверное клюет что он 45 грамм и он не проваливается легенький такой вот подсек отлетел классный нагибаться не надо взял за ниточку такой раз и все и отлично вот и подцепил так вот и все хорошо не потеряется не упадет эти колокольчики все продолжаем ловить если еще будет поклевочка включусь классика жанра поклевочка и опять провисло вот начинает клевать ночной карась вроде бы ничего нету наверно мелки сильно ему два червя два параша многовато не знаю посмотрим что тут у нас есть сюда тогда есть он какая-то мелочь там есть до мелкий очень мелкий пробуем так взять так 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 это вообще карась или не карась о слушай о братишка а ты откуда взялся ничего си не ожидал тебя здесь увидеть ну это же хорошо круто что ты тоже такой тут есть о оба подлещик походу подошел еще супер значит здесь есть и лещ так нашел походу раз такая мелочь проглотила 2 червя и 2 паршета надо продолжать в том же духе так можем и леща дождаться до слизи как от леща прям просто дофига так ну что два счет два карася и один подлещик опана опана в этот раз что-то хорошенько какой-то хороший карасик скорее всего посмотрим что там у нас покажись выходи из тени так так где ты там ну ка ну ка ну ка ну ка ну ка то поднимайся ты чё ты ты смотри еще на глубину уходит так где ты тот где ты борешься еще бог ухты как борется ухты как борется а вон вижу 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 знаю видите ли вы куда это он еще за это уго то там нормальный что то такое что то такое нормальная сидит он ты пока погулять подсаку возьму где-то тут ты прям боишься от сачика ничего такое нормально все показываться не хочет не так непонятно что то все все друг дружище и глубоко так тоже еще дружище 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 давать же все хороший хороший хорош и завел вот так завел все дружище давать поплавали и хватит что это такое ребята это нормально такой карасевич нормально такой карасевич к нам пожаловал тоже нормальный сайс тоже зачет лайкос лайкос за ночную рыбалку ух ты ж ух ты картика мне позови ну пока позови мне картика за нижнюю губу так же настоящий днепровский карасик такой парень уже по уже боец тих 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 чуть не ушел вот такой боец ладно давай его в садочек сальтуху сделал еще там в полете еще есть нравится ставим лайк мне нравится ночь классная вообще не холодно не жарко не холодно такая температура как раз как надо ну чё если будет клевать увидимся так ну что у нас там шатало и вот давай 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 походите да 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 то да 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 ес есть там что то Что-то есть уже, сидит. Ух ты, как хорошо-то, а. Ну-ка, 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 ну-ка. Нормально, нормально, нормально. Ну, конечно, это не карпик. Что-то легенькое, ребят. Нет, это даже не как в прошлый раз. Что-то легенькое. Это не карпик. Какой-то легковес. Дождик, что ли, начинается? Так, 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 так. Только не надо нам туда. Не, 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 нам не туда. Нам туда, нам... О, тут, 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 тут. Ты смотри. Ты смотри, как он... Этот парень местный, он знает, куда ему надо. Да? Да. Так, так, что, так поднимешься или за подсакой пойдем? А? Так. Так, ладно. Не хочу рисковать. Нужно потом перевязываться долго. Давай, 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 дружище. Поднимайся. Поднимайся, поднимайся, поднимайся. Так. Не, 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 не зашел. Опа. Зашел. Так, я, конечно, понимаю, что ты маленький, но у меня поводочек тоненький. О, такой вот. Хм. Снова подлещик какой-то. Снова подлещик попался. Ну, ладно. Это же хорошо. Самая любимая, это раночка. Так, 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 тоже еще. Не надо. За боковую губу. Вот так вот. Вот такой вот парень к нам пришел. Так, ну шоу, я уже сбился там за счетом. Два подлещика, там три карасика. Есть, ночью клюет, слушайте. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, друзья. Какой бойкий тут. Так, наверное, сначала вот эту повесим на колокольчик. А я только сказал, что клюет только на одну. А тут такое. Ну, конечно. О, нормально, нормально. Сидит, сидит. Опа. Посмотрим, что там. Что там у нас. А там водоросли. А там водоросли. Ну, клевал бойко, конечно. Так, 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 так. Там увесил все водоросли. И здесь поклевка. Ну, надо же. Ладно, давай пока одного. Так, это вытащим сначала. Такое ощущение, что он там за корягу зацепился. И тащит какую-то корягу. Друг. Что это такое? Что ты тут? Покажись. Так, хватит ты дергаться. Покажись. Во, во. Оторезовый какой. Ну, ты. Под утро. Расшумелись. Так, и вот. И вот это же тоже. Провисло. Сейчас мы тебя. Так. Поднимаем на борт. Иди сюда. Ну, радует уже не на одну. Так, тей, 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 тей. Вот так вот. Все. Давай, давай, давай. Давай, давай. И там, и здесь. С двух сторон бомбят. это хорошо это нам подходит так сначала давай вот это мой какой ладошечный кругленький класс куда-то заглотил они выплевывай давай давай выплевывай оба есть с этим разобрались что тут с этим так этот у нас тоже звенел сидит наверно там сейчас посмотрим ну-ка 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 похоже слез . они что-то там сопротивляется то пытается такое нам дать бой маленькая правда очень сильно вообще такое вообще вообще малыш так 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 это я уже зацепился так но этого поднимать надо этого парня надо поднимать то вот без подсаке можно взять так давай хоба есть без подсаке припарковали так 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 тоже дискотеку тут устраивать а а ну-ка тоже такой сковородочный классный давай давай отдавай не отдаешь так сейчас с этим есть плюс 2 1 и 2 что радует уже и на правую начинает клевать это хорошо под камыша по центру на 2 на 2 кукурузки так ничего и не дает ну ладно надежда есть еще на картика так что-то шатает поклевывая чуть-чуть сидит но мелкие наверно очень мелкий ладненько давай посмотрим что у нас там это сидит что-то мелкое такое опять наверно карась к ладошечной да 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 или сенец посмотрим но даже нет не сопротивляешься знаешь сенец с не сопротивляется у волка нет вот 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 надо кипиш здесь навести да вот спокойно очнулся уже когда на берегу все испачкать надо все испачкать все это друг себя же идеальная таранка полизай садок скользко чуть не подскользнулся ну ладно надо будет так ребята что-то такое серьезное склюнуло аж колокольчики слиплись что-то серьезное посмотрим что там у нас как серьезное не больше чем ловилась уже так что чувствуется дергается дергается давит поддавливает так подвели и куда ты хочешь в это да камыш ух не ну клевал он конечно резво так естественно это карасик до бойки ну ладно так друг давай не хочу менять поводок и крючки так что угол поднимайся давай шипы выпускают свои так есть что тут у нас а ну выплевывай а ну выплевывай не хочешь не хочет выплевать придется так есть освободил вот такой вот такой вот не знаю вот так вот ух ты скользко здесь еще есть швабра прям поубирать оттуда можно и поехать кое-куда сторону воды так червей забыл закрыть так ребят что-то прилично клевала но вот этот правый перестал проверим что тут вроде такая покрёчка карасева тяжеловато идет тяжеловато идет ну-ка-ну-ка-ну-ка-ну-ка сейчас тут посмотрим что нас ждет тяжеловато но не дергается видимо уже устал они что то есть подача так так цепляется за водоросли вообще какая-то мелочь мелочь конечно ну блин такие конечно приятно на удочку ловить но на сидр хотелось бы что-то покрупнее лаги нашу поделаешь хотелось бы паровозика такого сейчас для этого кукурузка и сидит у нас так 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 не лупи спокойно 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 но приятные карасики конечно приятные карасика половить классно это как если так в камышики где-нибудь знаете так сесть доски доски лодочки хочется что-то покрупнее хочется что-то покрупнее так выплевывайся давай-давай-давай выплевывай есть освободился давай брат сковородочный косточки похрутим о ребята смотрите как уже какой восход солнышко скоро появится на горизонте а сейчас так классненько да красиво так не знаю что-то утащила сейчас смотрим что у нас там пятна на какой-то детский карасевич да нет кто ты там никого нет надо же ребят снова поклевочка сожалению показать не могу сейчас про привязываю крючочек поклевочка конечно была серьезная так у нас тут серьезный кандидат какой-то конечно же это карась вот но сейчас увидим сейчас посмотрим поглядим так что тут о вы посмотрите это не карась это уже не карась это что-то что-то такое что нам за подсакой прям надо пойти сходить так оба на давай так куда ты пошел куда ты пошел о поднимать 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 а так 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 есть мяч в лузе вот смотрите ух тихо 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 да 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 лучше там перебесись потому что мне здесь уже хватит и так скользко от вас так ребят но это нормальный такой подлещик что я могу сказать достаточно даже солидный боже мой ты мой хороший ты еще и сам отцепился сидеть смотри ах какой но уровень уровень тихо аккуратно тут скользко после ночи так что аккуратненько сейчас мы его определим оба мяч в лузе фух есть ставим лайкос ночь продержались день простоим что страна доброе утро солнышко почти встала вот всю ночь провалил принципе ну и сейчас продолжается в принципе клёп так что продолжаем ловить вот а вам бодренькое утро сладкий кофе хорошо то что надо так уже где-то что-то клевок оба на шутки клюет все доброго утра у вас дупой давай 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 есть есть но очень мелкая система работает ребят я думаю что я на хищника пробую я еще сейчас попробую хищника забросить пару раз в облерочек бросить вот там тут камышек как раз и возможно очень скажем так перспективное место здесь щучка была и так далее какая нибудь посмотрим так посмотрим что у нас там клевало ага ну в принципе что-то куда-то уводит ну как всегда карасики ребят вот вот этими скажем так резиночками ну как бы реализация стала ну просто я не знаю 90 процентов реально рыба сама себя засекает она оттягивает ее назад и она самой подсекает в общем сходов я не знаю практически нет советую всем это классная штука вот эти резиночки сделать там как вы уже ее сделаете с какой хотите можно купить и как бы резинки у меня есть то ли это окушки то ли это какой-то хищник опа опа еще один сковородочный парень так спокойно спокойно блин он такой толстый руку взять нельзя карась бодибилдер давай блин как там гуляет хищник сейчас надо собрать что может бросить какой-то и а и Продолжение следует... 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 давненько поклевок не было фух минут 40 сижу без поклевок сейчас что-то села хотя до этого объедал объедала да так стала рыбка уже аккуратненько испытаться как чего у нас тут ну-ка ну-ка поднимайся покажись ты не хочет от тем мелкий какой опа вот он раздает их ты мелкий 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 парень так возьму опять на ладошку так опа сбоку за губу так есть вот такой какой-то он тут болеет с паразитами немножко так 8 часов утра так еще пару часиков часика полтора еще два посижу и буду уже потихоньку собираться в конце взвесим лов посмотрим что получилось поймать на этом платники нептун так еще что-то клюнуло посмотрим что тоже мелкая все это были последние черви соответственно так 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 не дергайся о не ну что так глотнули нормальный такой с ладошку с ладошку это даже наверное я наверно даже этот подсакай возьму этого парня каждый на вес золота более то последний был червяк соответственно непонятно будет ли клевать на чистого опарыша вроде бы я он поставил что-то объела но на чистого опарыша что я пока не видел здесь клевала ясно 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 друг 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 заходи все в лузу все хорош так мяч в лузе ну да надо еще еще подергаться да все есть все есть нормально нормально так парень показывай за что ты так только еще не хватало чтоб ты заглотил ну так так мог быть и хуже такой вот есть конечно в язвах тут от жары видимо ему плохого стенка здесь так 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 друзья всем доброе утро вот я конечно не спал но сейчас надо бахнуть кофейка чтобы так сказать чувствовать себя бодренько вот моя елочка водичка уже закипела сейчас выключаю отлично залью в тормозочек так как его тут класс бахнем кофе очку аккуратненько поместилось все закроем неудобно все клевать перестала червяк весь скажем так ушел такие перестала клевать активно практически так что сюда без человека и нет смысла ехать на кукурузу так все простояла ничего даже не сбивала не съедала здесь по-любому есть но его здесь как говорится прошины его надо кормить кукурузой карп такая рыба как поросенок любит поесть с ведром кукурузы надо приезжать может быть и там бойлы поставить но это как пока такая рыбалка мне не очень я так люблю покидать вот а там чувствуется то словится там в принципе вот раз карасика втягал конечно ну конечно можно и карасиков половить не обязательно для этого ехать далеко и платить можно и так половить ну я же не знал вот приехал думал на днепр поеду на это на киевское море вот так оно получается я еще покажу вам когда я буду ехать назад вот этот лагерь для кемпинга покажу там конечно посмотрите сами сделайте свои выводы вот мне там честно говоря не понравилось берег не понравился там там вообще нереально было бы с берега ловить потому что там вот небо не везде можно сберега ловить это не весна бы мелко далеко но и там люди на лодке плавали половить это уже показатель то что возле берега с берега ничего нет смысла буду ехать покажу как там по поводу отдыха вот честно говоря я не мне не очень понравилось там хотя люди там стоят у меня не знаю для меня мне мне надо природа роды рыбалка обязательно потому что смысл тогда ехать вот так такую даль и так ребята сейчас будем запекать картошечку на костре так это я уже дома одну одно яблочко оставлю вот яблочки это будет бомба просто так именно выбирал большую картошку специально еще одно яблочко и большие яблочки заберем и пойдем огонь уже догорел будем полевую кухню делать пойдем посмотрим что там наш костер как поживает отлично так что мы его растормошим разбросаем по углам отлично хорошо тушим что тут еще догорает это его вот так вот о все красотень так ну и наверно сразу на угли для этого в принципе большую покупал картошку чтобы можно было сразу бросать на угли не бояться что в на просто все разгорит еще сначала так бросаем потом раз это расположим о по чётам колокольчики ой ну ловить рыбку я прекратил потому что уже солнышко очень высоко и очень печет поэтому ради одного-двух кара сей сидеть там два часа не вижу смысла а там нормально так шатает сейчас пройдемся проверимся что у нас там такое может быть так вот положим сейчас все вот так вот принципе что нормально все ухо сюда же яблочко посерединке положим о вот так вот это все выглядит вы пусть готовится минут через 15 придем доставать как покажу что получилось так а пока у нас что тут клевала какая-то у . так ну так непонятно да как нигде везде а вот она так она вот есть отлично вот это крайняя ну на нее весь всю ночь клевала как раз на эту крайнюю так ладно сейчас я с руки снимать не могу поэтому пойду сейчас камеру поцеплю и мы достанем шатается так смотрим что у нас тут о провисла хорошо так на одинопарой словно ничего тут нету объела и убежала они все то есть о ну вот вот она вот он мегалодон вот он мегалодон который клевал вот такая вот сейчас клюет ну и смысл ради такой стоять два часа под этим солнцем 30 градусов нет никакого так что все ребят выключаясь неинтересно такой смотреть час отпущу эту верховодку опа плыви карпика позови на ну что друзья прошло 15 минут яблочко я переворачивал два раза раскрываем люблю я запеченные яблочки это просто бомба как кто-то спит кто-то есть яблочки ребята обалденно вот за счет того что взял большое она просто офигенная горяченькая она не загорела это уже хорошо просто офигенно класс так укусить нельзя горячая но классно просто как бы можно ложка есть запеченная яблочко да еще на костре это конечно вкусно очень приятного аппетита обалденно яблочко тренировок Субтитры сделал DimaTorzok Все, все, все Закончил рыбалку Сейчас иду доставать рыбу Сейчас взвесим Быстренько и будем упаковываться Вот такой вот у нас лоб Так Интересно? Да Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Так Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 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 двенадцать Двенадцать карасиков Сейчас мы мелких отберем Отпустим Так, этот Освобожден Этот Все, в принципе, только один Нет, все, вот маленький А, еще вот маленький, да И этот освобожден Этих давай вови Все, всех остальных Попрошу пройти со мной На сковородочку Все, побежал отпускать Так Гребная поляна Итак От этих вот всех ребят О, боже Четкий парень Выпрыгивает пока Еще один Сереж, ты забыл рыбу? Я Здесь Что, здесь серьезно? Да Да Прилипло Ты что, спрятаться хотел? Тринадцатый карасик Так Этих всех Собирать Пожжу Сейчас Накрою Все Так Операция взвешивания Поехали Сколько? Четыре четыреста Четыре четыреста Норма есть Все Ребят Всем удачи Всем хороших Хорошего отдыха Вот Всем пока Пока Пока